друзья всем привет это канал автопилот 100 в этом видео я хочу зайти в один из официальных дилеров автомобилей kia в москве и посмотреть актуальные цены на машины kia актуальную информацию по комплектациям и вообще посмотреть что новенького появилось в этом году и насколько цены поднялись по сравнению с прошлым годом потому что как вы знаете до лета 2020 года цены были одни а сейчас они кардинально другие цены на порядок возросли пойдемте внутрь и будем смотреть что же там продается за какие цены и с какими комплектациями друзья прежде чем зайти в автосалон хочу от вас услышать некую обратную связь как посмотрите видеоролик напишите в комментарии понравился вам этот формат или не понравился потому что в будущем я собираюсь продолжать эту рубрику ездить по различным автосалонам и сравнивать цены и комплектации а также я хочу прозвонить по крупным городам российской федерации для того чтобы сравнить цены на самые популярные модели различных автомобилей в том числе и kia лады рено nissana неважно для того чтобы понять какой из дилеров предлагает более низкую цену поэтому досматривайте до конца а 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 Значит, что мы тут имеем? Это Cerato. Цена у него начинается от 1 289 900 рублей. Практически 1 300 000 за самую базовую комплектацию. Данный экземпляр, стоимость представленного автомобиля 1 359 900 рублей. То есть примерно на 70 000 дороже, чем база. Что мы тут имеем? Сейчас мы внутрь еще сядем. А, и причем 1 359 000 это без доп. оборудования. Еще дилеры в зависимости от компании, они вешают свои какие-то навесы. И именно конкретный автомобиль стоит 1 588 170 рублей. Что здесь есть? Ну, естественно, всякие системы АБС, ЕСЦ и так далее. Интерьер. Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожи. Бортовой компьютер. Полноразмерная запаска. Фронтальные подушки безопасности. Боковые подушки. Системы экстренной связи AeroGlonass. Ну, что, кстати, и в базе-то, скорее всего, есть. Система контроля давления в шинах, что, в принципе, приятно. Но, насколько я знаю, во всяком случае на X-Line она работает достаточно странно. Типа ты резину сменил или у тебя одно колесо, допустим, ты его сам спустил, потом подкачал до такого же давления. И все равно он просит засетапить, ну, то есть, переустановить то давление, которое ты поставил. Даже если оно точно такое же, как и было до этого. Дальше. Комфорт. Раздельный климат. Круиз. Датчик света. Камера заднего вида. Задние датчики парковки. Парктроники имеются в виду. Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом. Подогрев передних сидений. Подогрев форсунок стеклоомывателя. Что очень приятно для зимы. Подогрев рулевого колеса. Что тоже, кстати, достаточно классно. Я так понимаю, что это одна из самых жирных комплектаций, вообще, которую можно взять. Из экстерьера 16 диски с полноразмерными колпаками. Ну, такое, конечно. За миллион шестьсот мы получаем, к сожалению, штамповку. Штамповку. Светодиодные дневные ходовые огни. И повторители указателя поворотов лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! итак в салоне что я могу сказать ну достаточно приятный салон как уже сказал это не самая жирная комплектация которая могла быть потому что мы имеем здесь шестиступенчатую механику собственно задней передачи вперед как практически на всех киях обогревы двух двух передних сидений обогрев руля что кстати очень классная опция особенно на киях в зимнее время буквально руль секунд наверное за 30 становится прям раскаленным и ехать даже в самые лютые морозы очень приятно не сочтите что это реклама ки я ко всем машинам одинаково плохо отношусь к современным руль тоже красивый потому что вот вот это декоративные элементы с двумя цветами серебристыми черным очень достойно выглядят по стандарту к сожалению вот этот вот марки и глянцевый пластик на руле но ну да ладно что у нас по торпеде ну по сравнению с тем же с тем же рио она не дубовая в рио мы сейчас пойдем дополнительно посмотрим она достаточно мягкая вот ноготь немножко прогибается не прям трындец здесь естественно чего стоит ожидать это все барабан как и было бардачок достаточно маленький в салоне мне кажется достаточно лаконично вот за счет вот этого вот мониторчика то есть когда я повторюсь комплектация для людей в принципе которые знают что от машины хотят например наш механика не всем нужен например автомат и более того многие люди прямо до сих пор скажем так двумя перстами так крестятся староверы и очень любят механические трансмиссии тем более 6 ступка на моторе 1.6 она будет себя вести достаточно экономично если сравнивать с тем же x-line вот на котором у меня есть опыт вождения около полугода у x-line в городе расход что около 10 11 литров что я считаю вообще на автомате что я считаю неприемлемо для автомобиля с двигателем 1.6 в принципе а зимой там расход до 12 может подняться приятный руль вот с такой вот достаточно тоненькой кожей как на всех киев мониторчик небольшой достаточно хорошее качество отделки могу заметить музычка играет когда ты дверь закрываешь что такие значит он приветствует или наоборот прощается подлокотник он ездит всего лишь двух положениях вот вы его можете в крайнем зафиксировать и с моим ростом этого положения наверное достаточно если вы еще сможете выдвинуть то сюда к сожалению к никакую бутылку не всунуть но тем не менее но это удобно это удобно среднего размера эта штука но нормально естественно ну это странно что у нас вот значит рычаг в коже руль в коже и все это прикольно но к сожалению рычаг стояночного тормоза он абсолютно дубовый и вот пластиковый тире-полиуретановый обратим внимание вот на колонке который в передних дверях переднего пассажира и водительской вот они сделали с перфорацией аж до этих самых аж до ручек что тоже очень даже стильно смотрится по торпеде имеем строчку такую интересную естественно эта строчка это пластик это имитация строчки это не настоящая никакая не прострочная значит кожа и так далее сидение у нас не кожаная обычная тряпка ну я не могу сказать что эта комплектация стоит каких-то баснословных денег и если убрать все те допы которые дилер накидывает то в принципе это достаточно приемлемая цена сколько там один миллион триста пятьдесят девять тысяч рублей сзади тоже есть подлокотник но это опять-таки во всех комплектациях куда чё еще сказать пошли смотреть дальше второй экземпляр на сегодня иксид совершенно новый на белом цвете прям с металликом такой красивый базовая цена от одного миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот рублей практически миллион семьсот данный конкретный экземпляр стоит один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи то есть на 10 тысяч рублей больше чем база ну можно сказать что это практически база но конкретный экземпляр еще дополнен всякими допами на сумму аж получается двести десять тысяч рублей то есть за конкретную машину этот дилер хочет 1 миллион 904 тысячи 300 рублей чтобы было понимание пару лет назад я заходил в этот же автосалон потому что у меня недалеко от дома и примерно за эти же деньги вот 19 типа 18 год примерно за эти же деньги спортажа можно было взять на двухлитровом бензиновом двигателе в не самой фиговой комплектации ну посмотрим что теперь в 21 году значит из универсалов может за те же деньги взять красивый белый цвет мне всегда нравились белые машины что мы имеем комплектация люкс точно так же как у рядом стоящего красного церата и за эти деньги мы имеем в принципе все то же самое потому что допы допы здесь не расписаны которые дилер сюда засунул здесь есть двигатель 1.4 т бензиновый на 140 лошадей передний привод естественно девять с половиной секунд разгон до сотки а интересно сколько там на механике на 16 разгон на одну секунду дольше 10 и 6 написано и расход 7 и 2 но этот атмосферный двигатель а этот турбовый он такой достаточно актуальный у концерна kia hyundai и расход здесь заявлен 6 половиной 6 плейный литров значит подрулевые лепестки есть мультимедиа 8 дюймов с apple carplay android auto экстерьер 16 диски с шинами michelin и 16 диски прошу заметить достаточно красивого вида корпуса зеркал окрашенные в цвет кузова автомобиля ну собственно как и там видимо видимо они могли быть черные в самой базе дальше естественно подогревы все те же самые что и на церата ну и в принципе все пошли внутрь посмотрим что с салоном какое качество отделки и отличается ли она от церата точно также тряпочку имеем на передних сиденьях сидение здесь по сравнению с церата на мой взгляд не не сиденье даже посадка чуть более удобная боковая поддержка конечно присутствует интересная вот это вот решение как мне кажется намного более удачнее чем опять-таки черный цвет смотрится это дело не так скучно как в той же церата хотя напомнишь там комплектация относительно базы типа чуть-чуть получше значит парктроники режим спорт потому что здесь уже у нас автомат стоит вот на вот этих вот штуках на которых показывается температура этого самого кондиционера температура воздуха она опять-таки глянцевая но прошу заметить вот сюда вот если вы обратите внимание с этой стороны вот в этих треугольниках в отличие от церата здесь уже нет глянца здесь матовый пластик такого типа soft touch который еще лучше собирает отпечатки чем тот глянцевый но смотрится он если почищенный то есть не браться за него руками смотрится он гораздо интереснее и стильнее чем глянец глянец мне кажется какого-то непонятного и ненужного гламура добавляет этому автомобилю так завести мы не получится и даже зажигание включить потому что здесь нет бесключевого доступа здесь ключ подрулевые лепесточки и есть как по мне так абсолютно бесполезная функция на практически любом автомобиле прикольный действительно здоровый экран однако опять-таки вот эти вот рамки здоровенные ну такое себе то есть можно было бы его сделать полностью мне кажется сенсорным всего лишь с одной кнопкой включения и все а так не знаю по как по мне говорю спорное решение по поводу подлокотника здесь размер практически такой же как на церата чуть чуть поменьше но чуть чуть поглубже что плохого с ним это то что он не двигается ни взад ни вперед вот он как есть так и есть поэтому если у вас рост небольшой и вы ездите типа вот так вот то очень в редких случаях как бы вам он понадобится но только если вы едете вот так вот скажем так на релаксе да вот поэтому я прямо вот в этом плане удивлен и замечу в отличие от церата рядом стоящего здесь значит рычаг стояночного тормоза имеет вот такую вот типа под кожу оплетку что не хорошо не плохо но вид чуть больше имеет вот это вот как раз камень в огород церата я говорил что мы могли бы сделать это денег то в принципе небольших стоит но уже и ощущение абсолютно другие и приятней глазу взглянуть здесь все в принципе то же самое честно говоря честно говоря салоны практически вот даже на руль посмотрите салоны практически одинаковые ну и полки здесь и компоновка например примерно одинаковая у седа есть некоторое решение которое чуть поинтереснее смотрится однако мне все-таки салон церата чуть-чуть побольше нравится по поводу материалов от переднего переднего полиуретана он на сидеть чуть чуть помягче можешь процентов на 20 он легче проминается пальцем нежели на церата ну и бардачок практически идентичный здесь он чуть-чуть побольше визуально коли это мы имеем x-seat соответственно он у нас универсал мы идем оценивать объем багажника этого автомобиля потому что очень даже интересно что же мы получаем за такие баснословные деньги в более чем полтора миллиона рублей не знаю по салону больше нечего сказать вот вот эти опять таки решения я скажу что они очень даже достойно смотрятся с двухцветным пластиком и с вот такими вот типа под спорт закосами а чешник имеется здесь еще до аккумулятора машине нету зато есть у водителя зеркальце пошли посмотрим церата есть зеркальце у водителя скорее всего есть ну и собственно я сейчас сел подвинул сидение как мне удобно я хочу проверить насколько комфортабельно в этом автомобиле будет сидеть мне же за мной же то есть человека так человеку такого же роста как я сам давайте это дело оценим давайте пробуем пробуем сесть ой ну что я могу сказать садиться в этот автомобиль не очень комфортно еще менее комфортно сидеть за собой же у меня рост напомню 189 сантиметров то есть если вы вот так вот хотите сесть чуть значит пятую точку подвинуть чтобы в развалочку немножко сидеть более-менее но колени придется в ростопырку держать ежели вы любите сидеть вот так вот как девочка со сведенными коленками то сидеть неудобно головой вы конечно никуда не бьетесь но чувство каустрофобии она не покидает потому что скос стойка здесь и ну если еще вытащить может быть подлокотник она как бы куда не шло но место сзади мало все также замечу насколько приятно смотрится вот такой масс матовый хром по окантовке боковых стекол на в принципе на любом автомобиле и на сиде в белом цвете он также как мне кажется достойно выглядит он конечно марки опять-таки но вид это дело имеет багажник я не знаю откроется ли нет багажник сожалению не откроется потому что у машины нет аккумулятора поэтому оценить его сложно вместимости внешне тоже но замечу что вот по сравнению с тем же рио x скос у задней двери гораздо гораздо больший угол имеет по сравнению с иксом повторюсь однако вот впереди есть сид св который уже является универсалом это же хэтчбэк и там мы можем как раз оценить размер багажника и уже сравнить с рио иксом пойдемте к нему и сразу же посмотрим комплектацию мы здесь не будем разглядывать она просто другая поэтому какой смысл смотреть все комплектации здесь уже багажник открывается и мы можем видеть что он гораздо больше чем у икса несмотря на то что скос визуально больше больше угол скоса у этого автомобиля но багажник он наверное по глубине как у рио но при этом еще имеется пространство чтобы сюда кить коробок навалить и так далее здесь багажник очень даже очень даже достойный вот с таким вот органайзером запаска у нас находится естественно под вторым органайзером вон она вот и пожалуй пожалуй седа св есть смысл брать в случае если вы перевозите какие-то достаточно габаритные там коляску какую-нибудь потому что достаточно габаритную коляску в тот же рио икс уже не особо получится засунуть здесь багажник прям достоин и посмотрите и шторка у него есть сверху и ну прям вообще цивильно что мы дальше имеем две кио киа рио 1x 1 обычная киа рио в актуальных кузовах напомню что вот как раз на такой у меня есть опыт опыт эксплуатации около полугода и в нее мы зайдем просто чтобы посмотреть что изменилось хотя бы визуально и я также хочу сказать что к сожалению вот эти вот некоторые некоторые стойки которые стоят рядом с автомобилями в частности речь идет о об этих двух киа рио на них почему-то указана неверная информация и цена за предоставленный автомобиль она неизвестна можно сказать что эта комплектация комфорт только и цена ее начинается судя по официальному сайту киа сейчас вам скажу сколько цена начинается на на версию с автоматом от 1 миллиона семьдесят четыре тысячи девятиста рублей пошли в салон этой машины я думаю внешне тут что показывать в салоне посмотрим что изменилось хотя бы на первый взгляд что у нас по салону ну изменения есть они не прям колоссальные вот как я уже говорил на этой самой на стоечке написано что здесь машина на автомате за 1 миллион от 1 миллиона 64 тысячи рублей но здесь мы видим шестиступенчатую механику подогрев двух сидушек имеем и подогрев руля здесь достаточно по жлобски кнопок управления бортовым компьютером никаких нету здесь управление собственно мультимедией и заглушка ну вот это тоже странная история заглушка под большие комплектации под лучшие комплектации для запуска с кнопки магнитола также изменилась по сравнению с предыдущим кузовом опять-таки вот эту вот историю блок климата я оценить в полной мере не могу потому что я эксплуатировал автомобиль на самой жирной комплектации где был собственно ну с цифровые показатели температуры значит полочки здесь практически ничего не изменилось вот этот блок также на месте вот эта компоновка тоже на месте замечу что автомобиль конкретный отличается вот достаточно бомжеватой комплектации несмотря на всякие подогревы потому что даже подлокотника нет садишься уже вот так вот прогибаешься в наш по привычке привык ездить с подлокотником руль практически он вообще не поменялся предыдущий по сравнению с предыдущей моделью точно такая же кожа он достаточно удобный нормальный ну опять таки видите в зависимости от комплектации тут всякое меняется зеркальце у водителя присутствует зачем-то бардачок абсолютно нет кстати с бардачок еще меньше чем у седа и чем у церата зачем-то они сделали вот такую волну видимо чтобы все отсюда не вытаскивалась при его открытии хотя здесь плоский плоская такая часть ну и уже видим у автомобиля полностью дубак в салоне мягких частей здесь помимо сидений по понятным причинам вообще нет ни на дверях нигде вот это вот вся штука она тоже дубовая этот блок по сравнению с предыдущей кио рива x-line не отличается ничем поэтому ну не знаю что есть еще обсуждать комплектация здесь достаточно печальная а денег хотят достаточно дофига а я напомню что автомобиль который покупался новым кио рио x-line в апреле прошлого года стоил в самой жирной комплектации примерно 1 миллион 200 рублей здесь же мы получаем за практически миллион 100 почти самый бомж ну за исключением каких-то моментов тем не менее здесь даже автомата нет пошли посмотрим вкратце на этот на синенький давайте багажник оценим но ну да он ничем не отличается от предыдущего кузова по понятным причинам потому что это одна и та же машина по сути с мелкими мелкими изменениями но магнитофон кстати дают в комплекте какой-то другой видимо там по ходу какой-то яндекс установлен я могу сказать что естественно такие автомобили берут ради багажника из-за того что автомобиль универсал и вот сюда даже не складывая сиденья в легкую помещаются от нее же колеса с дисками и еще остается место вот примерно столько на какую-нибудь сумку или что-нибудь еще положить может быть там домкрат который кстати вот здесь находится по поводу запасочки давайте посмотрим в комфорте какая она идет какая идет запаска ну естественно идет докатка по поводу этого автомобиля не знаю что сказать видно что здесь чуть-чуть более жирная комплектация потому что хромированные ручки присутствует достаточно красивого вида литье а здесь штампованные диски на черном иксе и на этой рио еще есть автомат ну давайте вкратце пробежимся и посмотрим что же там сразу понятно что здесь комплектация гораздо солиднее чем в черном иксе здесь тебе и управление значит монитором имеется виду бортовым компьютером и штатная магнитола лучшего гораздо вида чем там там я все-таки подозреваю и небольшой спец в спец в автомобилях kia я имею ввиду в плане комплектации не знаю кто там может на это дело лимонить вот но естественно бесключевой доступ здесь как мне кажется достаточно бодрая комплектация вот эти вот элементы декора они также серебристый цвет окрашены на том автомобиле они просто черного цвета значится здесь уже блок значит управления кондиционером такой с крутяшками со светяшками с небольшим мониторчиком автомат шестиступенчатый понятное дело вот этот вот подлокотник есть который ездит в отличие опять-таки камень сторону седа в отличие от седа он ездит не намного но тем не менее объем его в принципе достаточен и здесь кожаные сиденья короче как я подозреваю здесь комплектация достаточно бодрая я не знаю максимальная ли но тем не менее и что самое главное в отличие от черного цвета здесь синенький а он гораздо интереснее смотрится просто не перевариваю честно говоря черной машины сам владею черный все царапины после мойки и ужасно видны вот поэтому что еще сказать давайте посмотрим на багажник этого автомобиля посмотрим насколько он больше или меньше относительно икса вот бесключевой доступ как я уже говорил комплектация видать прямо очень жирно и и в отличие в отличие от всяких значит автомобилей нашего производства секундочку двери прямо ну со второго раза закрываются но очень и ласково действительно что по багажник и камера здесь у них есть причем посмотрите она как на колхожина ну не знаю она так сильно выпирает что мне кажется она будет очень сильно очень сильно пачкаться на седане кстати нервнис никогда не ездил даже не знал что у них нет открывания с внешней стороны или может быть есть а просто не шарю как да проем конечно здесь оставляет желать лучшего понятен понятно теперь мне становится почему люди берут автомобиль вот ну так вот так популярен на x-line предыдущий и нынешний x и запаска здесь уже полноразмерная 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 запаска присутствует резинового коврика кстати нет но наверное это как доп опция от дилера может быть идет багажник короче более вместительные в плане глубины но он по факту окажется менее вместительным потому что колеса сюда четыре штуки кто владеет напишите влазит вообще четыре колеса так чтобы ногами туда не впихивать это все дело на качество производства нынешних автомобилей это конечно такое себе краска неравномерно лежит крайне на сегодня в рамках этой рубрики значит спортаж цена на него начинается от 1 миллиона шестьсот тридцати четырех тысяч девятиста рублей или девятисот рублей там филологи поправьте пожалуйста в комментарии конкретные автомобили с допами от дилера стоит 2 миллиона четыреста шестнадцать тысяч двести тридцать пять рублей и не копейка меньше комплектация же без допов будет стоить 2 миллиона сто шестьдесят четыре тысячи что мы здесь имеем интерьер с кожей отделка дверных ручек матовым хромом черная глянцевая отделка центральной консоли что мне кажется сейчас мы посмотрим не особо то и плюс а что стоит переплачивать значит систему управления тягой в поворотах только для версии с полным приводом стальное запасное колесо временного использования хотя стоит у нас естественно хорошие колеса с очень красивыми дисками которые ранее мы уже наблюдали в предыдущих автомобилях комфорт раздельный климат системой антизапотевания передние задние датчики парковки камера заднего вида с динамической линией разметки то есть когда вы руль поворачиваете она вот крутится туда-сюда то есть вы видите а траекторию движения будущую экстерьер светодиодный дхо светодиодные противотуманки полностью светодиодные фары и задние светодиодные фонари из теплых опций это все подогревы которые возможны пойдемте внутрь посмотрим с внешне этот спортаж выглядит классно забываю все время базовые характеристики рассказывать здесь 2 литра бензин 150 лошадей все тот же двигатель который мы наблюдали во всех предыдущих спортажах шестиступенчатый автомат полный привод и разгон внимание 11 и 6 секунд что что конечно печально потому что для такой массы автомобиля по всей видимости нужно гораздо более объемный двигатель чтобы он выезжал хотя бы из 10 секунд но тем не менее то что вы понимали это разгон чуть чуть больше чем у старого кашкайя на таком же моторе в смысле двухлитровым мотор там конечно другой пошли в салон будем глядеть из визуального хромировая окантовка уже не матовая а такая глянцевая блестящая вот как у седа св и выглядит это немножко похуже чем если бы она была матовая что касается задних сидений то место здесь вполне себе хватает учитывая что сиденья видите сюда отодвинуты из-за того что там колеса багажник мы еще откроем и оценим его тоже вот хромированные же ручки мне нравится как выглядят на всех автомобилях естественно так как это кроссовер достаточно маленькие у него есть пластиковые окантовки относительно заднего крыла но они не сильно выпирают поэтому если вам какая-нибудь воротина ударит вот сюда то она обязательно повредит лаккрасичное покрытие может быть даже вмятину оставят обратим внимание на зазор вот подсними отсюда насколько дверь ну где-то на пару миллиметров дверь выпирает относительно крыла видно это вот я не знаю насколько видно но дверь чуть выпирает то есть зазоры здесь конечно страдают здесь тоже самое дверь с этой стороны чуть-чуть выпирает хотя как видите она полностью закрыта ладно залетаем в салон смотрим что у нас там встречает ну дубов дубове ший пластик здесь конечно эко-кожа вот это все прикольно дубок дубок об этом говорить не приходится ну и здесь хотя бы сделали мягкая то есть когда ты едешь и ставишь руку здесь мягенько и все даже очень приятно я сажусь за руль и смотрим салон и так что же у нас встречает что же нас встречает в салоне блок управ блок управления стеклами и зеркалами он практически идентичен всем естественно автомобилям киа за исключением того что окантов очки вот на кнопках имеют вот такой вот хромированный декор небольшой прикольно смотрится руль тоже чуть отличается от предыдущих ки но компоновка абсолютно одинаковая что касается салона конечно я бы поближе пододвинулся но слишком жирно кто-то тут сидел я сяду сейчас как мне удобно чтобы оценить насколько сзади можно комфортно сидеть опять таки этот глянец нас встречает к сожалению то что здесь мат это крайней степени приятно потому что здесь вот постоянно ну если не вы то пассажир будет звук трогать точнее не звука этот самый радиоволны там искатель это и так далее здесь конечно в салоне намного поприятней подлокотник и место в нем намного больше чем ну по понятным причинам все-таки машина-то кроссовер считается он удобный он не ездит ни за ни взад ни вперед но его хватает он достаточно далеко выставлен что очень даже удобно автомат с кожей с эко кожей различные полочки для мелочи для телефонов вот эти резинки они вытаскиваются здесь есть даже специальные штуки чтобы вытащить и вытрясти мусор магнитола чёрт его знает сенсорная не сенсорная потому что она к сожалению не включается но аккумулятор в автомобиле есть без ключевого доступа нет но тем не менее комплектация здесь достаточно хорошая это престиж как уже сказал при стоит машина 2 миллиона два с половиной миллиона с доп опциями но мы их не берем мы берем именно комплектацию с 2 164 по моему она стоила я не вижу как бы причин по которым можно было бы взять этот автомобиль на полном приводе относительно того же седа св например мы сейчас еще багажник оценим но я уверен что у седа он будет вместительней то есть если вам нужен полный привод вот такой чтобы чуть-чуть где-то поехать потому что на этом автомобиле полный привод он нигде абсолютно не зарешает абсолютно точно вот и если вы думаете что он где-то вам может пригодиться то в принципе брать можно если вы рассматриваете опять-таки спортажа на переднем приводе то ну по большому счету нафиг он того не нужен вот да несмотря на то что в салоне здесь и сидеть чуть-чуть покомфортнее ну и посадка чуть повыше по поводу отделки здесь прям все мягенько все мягенько все хорошо а здесь уже дубочок но я считаю в машине за два с половиной миллиона рублей вот хотя бы вот эту вот часть можно было сделать тоже мягкой она здесь прям очень сильно дубовая слава богу сверху она мягкая ну не могу сказать что эта машина стоит своих денег по моему мнению исключительно бардачок бардачок узкий но глубокий я сел для того чтобы мне было удобно не просто так я хочу попробовать сесть за собой же насколько это будет мне комфортно поехали оценим пробуем достаточно удобно почему я в предыдущие машины не садился ну потому что они чуть поменьше это все-таки более такой семейный вариант достаточно комфортно коленкам есть куда горит как говорится разогнаться если бы я еще чуть назад подвинулся то такой же человек ростом с меня уже чувствовал бы себя менее комфортно на задней спинке этого автомобиля обдувы есть но они есть и в предыдущих автомобилях пошли багажник оцениваем багажник как бы оттуда колеса по не повыкатывались ну справедливости ради я могу что сказать колеса здесь установлены 17 и они полностью влезают даже что-то еще можно сбоку поставить очень много места на самом деле но как я уже говорил багажник не особо глубокие в плане длины а если сиденье еще оттопырить так чтобы комфортабельно было то да в принципе нормально в принципе нормально здесь нет удобнейших ручек здесь они вот так вот сделаны по типу как на nissan qashqai это очень сильно неудобно особенно если крышка багажника легкая то есть приходится брать вот такой разгон и и что печально что за 2 миллиона почти 200 тысяч рублей мы к сожалению не имеем даже кнопки закрывания багажника по понятным причинам потому что это типа бюджетный кроссовер а что самое печальное если резюмировать всю эту историю с автомобилями не только концерна kia а и всех остальных это что автомобили в будущем не будут дешеветь вот они как подорожали год назад так цены и будут держаться может быть даже еще сильнее повысится что не хотелось бы конечно друзья если это видео вам понравилось обязательно поставьте ему лайк подпишитесь на наш канал если эта рубрика вам тоже зашла и нам следует продолжать делать вот обзор рынка то также напишите обязательно об этом в комментариях мы будем ездить по разным официальным дилерам и смотреть сравнивать различные комплектации и цены в общем то подписывайтесь на канал всем спасибо за просмотр и удачи